2 августа. Германская армия вероломно оккупировала герцогство Люксембург. 4 августа, не дожидаясь окончания мобилизации, кадровые немецкие дивизии вошли на территорию Бельгии, нейтральный статус которой признавался тогдашним мировым сообществом и был официально гарантирован в том числе и германским правительством. Так мир начал привыкать к новому стилю ведения войн и к разрушению старых дипломатических традиций. К несчастью, новый стиль этот будет так характерен для всех последующих лет, тогда еще только начинавшегося 20-го столетия. В ночь на 6 августа начались бои за крепость Льеж, прикрывавшую переправы через реку Маас. Не сумев захватить почти неотмобилизованную крепость с налета, германцы ввели в дело тяжелую и сверхтяжелую артиллерию. Несмотря на внезапность и тройное превосходство в силах, бельгийская крепость продержалась 11 дней, сорвав планы германского Блицкрига на Западном фронте. Если в действиях германцев отчетливо слышались циничные напевы в средневековой военной музыке, то в ответных действиях бельгийцев наяву оживали воспоминания о временах литературного Тиля Улленшпигеля и вполне исторически достоверных морских гезов. Исчерпав все силы и иные возможности, 28 октября 1914 года бельгийцы открыли морские шлюзы в низовьях реки Изер. Хлынувшие на берег холодные воды Северного моря до конца войны остановили германское продвижение на приморском фланге. Так повторились трагедии и слава Гента и Лейдена. Героическое сопротивление Бельгии позволило Франции провести мобилизацию и встретить врага во всеоружии. В это же время, еще до завершения мобилизации, на континент высаживаются первые экспедиционные дивизии британской армии. Немецкий генеральный штаб и его глава фон Мольтке-младший рассчитывали бить врага по одиночке. Выбор очередности был обусловлен незначительным расстоянием до французской столицы, а также густой железнодорожной сетью, обеспечивавший быструю переброску войск от пунктов мобилизации к местам боевого развертывания. Но это не означает, что на Восточном фронте перед русскими войсками разверзлась зияющая пустота. Прикрывавшая Восточную Пруссию 8-я германская армия генерала Притвица была прикрыта с фронта линии Мазурских озер. Болотистые, труднопроходимые дефиле между которыми во многих местах были защищены долговременными бетонными укреплениями. В Галиции, где против русских разворачивались основные силы Австро-Венгрии, невольным союзникам австрийского императора перед русской армией выселись труднопроходимые Карпатские горы. 7 августа французы вторглись в Эльзас, атаковали город Мюльгаузен и взяли его. Подтянув свежие части, немцы спустя два дня перешли в контрнаступление и отбросили противника к государственной границе. По мере формирования частей французами была сформирована Эльзаская армия. Утром 15 августа вновь перешедшая в наступление, окончившееся занятием города Саар-Брюкен. Саар-Брюкен